Что я тебе на личном рассказываю? Мне написали, что меня хотят отебать и обоссать. Они могут быть извращенцами, да. Они от меня могут пожрать говна плотного. Что еще раз? Там же хуй встанешь, ты в раскаляку вот так вот стоишь. Как у вас хорошо в Петербурге люди живут. Всем привет, это Петя Плосков, это Петя любит выпить. Мы все еще в Питере и я уже очень сильно болею, потому что Петербург, к сожалению, портит отвратительно мою печень. Мне плохо, у меня похмелье, я совершенно не представляю как буду вести сегодня это шоу, но благо у меня отличный соведущий. Можно я тебя назову соведущим сегодня, потому что один я это не вытяну. У меня в гостях питерский бомонд, алкоинтеллектуал и самый главный тусовочный парень Санкт-Петербурга Алексей Житковский, ты знаешь, что тебя, тебя ждали у меня в шоу, ты у меня вообще в топе просто самых ожидаемых. Да, мне очень приятно, спасибо друзья, что вы меня сюда пригласили. Всем привет, мои хорошицы, а я все такая же, рашин матрешка, ёбтуду. Парни на девятке, не сигнайте мне, у меня ребенок спит, я рожавшая, где уважение? Мама, я не знаму. Я больше не киска, а что случилось, жопу к телу пришивали, мне сказали, что два самых таких легендарных шотов в Питере, это естественно Боярский, Собака еще, коктейль Собака Ру, водка омерзительнейшая, клюквенное варенье и все, и ты просто пьешь и ты понимаешь, что ты просто сейчас блеванешь, но как бы ты все равно пьешь, потому что это стоит 30 рублей. Прекрасно. Думская улица. Хорошо, я хочу начать с другого коктейля, который мне тоже посоветовали, это шот твою мать. Ворчерстерский соус, где он? Какой? Ворчерстерский. Ворчерстерский? Ой, сейчас 20 мл бахнет. Дальше нам понадобится соль и перец. Сейчас новый тренд в инстаграме, все блогерши снимают свой специальный маникюр жестко-жестко в пизду отросший. И типа они таким образом показывают свое соблюдение карантина. У меня сегодня тоже неплохой. Вы видите? Сразу же для тех подписчиков, которые начнут писать, боже, у него такой ужасный маникюр. Ой, ты думаешь, тебе так будет писать? Это просто сейчас тренд, друзья. 15 мл лимонного сока и теперь водочка. Господи, я сейчас умру, если я ее не налью. Все, давай попробуем этот тренд, потому что мне кажется, это вообще полная жесть. Но теплая водка? Да. Хотелось бы начать, знаете, вот такого романтичного, потом перейти на этот говналин, знаешь. Как на свидание. Сначала шампанское, потом конина и пиздец. А представь, что у тебя свидание с похмелья, знаешь, вот такая история. Ну, это моя классическая жизнь. Твою мать. Нормально, нормально. Слушай, знаешь, и водки выпил, и курицу поел одновременно. Я сегодня ничего не ел, и на диете опять полный пиздец. Тебя убьет сразу, да? Все, я уже в салат, да. Расскажи, пожалуйста, ты в алкогольных напитках и в алкоголе, практически как меломан в музыке. Назови мне какой-нибудь напиток или коктейль на века. Мой самый любимый коктейль это Бехеревка, грейпфрутовый сок и Швепс. Он такой в привкус приобретает корицы какой-то, как будто бы ты пьешь какой-то Глюнтвейн. И он так, знаешь, ты пьешь, пьешь, пьешь и не замечаешь, как ты просто становишься автоматически в говно. Вот этот коктейль мой любимый, и пиво я, разумеется, обожаю больше жизни. Скажи, пожалуйста, ты тусовщик, причем, насколько я понимаю, один из главных тусовщиков города Санкт-Петербург, города на Неве. Ой, ну ладно, у нас весь город тусовочный. Когда ты был последний раз на классической вписке? А классическая это что, с блеванью в туалете, вот это все? Секс на кровати у родителей, вот это вот все. Ой, ну мы уже взрослые люди, у каждого своя квартира, поэтому таких вот прямо писок как бы у кого-то, у родителей нет уже. Когда ты был последний раз с тобой? У родителей на квартире на какой-то лет, мне кажется, 16. Самое жесткое было, когда мы приехали на квартиру к нашему другу, все уже, короче, начинается вечеринка, полный аламодан и выходит его папа в халате. Он привез нас всех, мы не знали, что у него родители дома. У него здоровая такая квартира, там 13 комнат или сколько-то. И, короче, он выходит, ребята, что вы здесь делаете? Я сразу понял, что дело пахнет говном, знаешь, кутюли свои, хоп. Я говорю, подруги, Настя, уебываем. На Петроградке 6 утра я босиком, понимаешь, с ботинками, ну просто полный пиздец. Ты сейчас на карантине, потому что насколько я за тобой слежу в инстаграме, вообще заперся и никуда не выходишь. Да мы постоянно видимся с друзьями, я просто это не снимаю. Раньше я мог себе позволить там выставить, да, совсем прям перебор. А сейчас я все равно стараюсь фильтровать. Я пытаюсь стать писей, пытаюсь стать писей из того, что было, стать такой писей, знаешь, такой тугой писечкой, а не вот той вот, что было раньше. Ну, типа, как Ксения Собчак. Сначала была блондинка в шоколаде, а теперь кто она? Крабовая королева, вот. Вот смотри, ну я просто тоже там тусовочный в Москве. Я представляю как раз Москву в этом плане. И у меня есть небольшой страх, когда все откроется. Мне кажется, что уже мое отношение к тусовкам изменится навсегда. И я все равно буду периодически паниковать на этот счет, а ты? Слушай, ну мне на самом деле кажется, что, конечно, у нас все люди будут в ресторанах первое время сидеть в масках. Изменится отношение у всех абсолютно, потому что люди будут теперь понимать, что несмотря на то, что мы живем в 21 веке, веке технологий, все равно есть доля вероятности того, что будет вот какая-то как эпидемия холеры. Помнишь, когда все от холеры умирают? Вот это вот холера современного мира. Я же все время думал, что у нас типа мы скоро уже будем и жить до 200 лет и все же развивается. И медицина прекрасна и быстро все сделает. А оказывается просто одна болезнь и мы все. Я просто не понимаю, зачем все так хотят жить, знаешь, а-ля до 100 лет. Мой предел 70-75. Это идеальный возраст, когда ты можешь за собой самостоятельно ухаживать, ни у кого ничего не просить. У тебя еще более-менее ходят твои артритные колени и нахуй это до 100 лет жить. Ты неправильно воспринимаешь мою фразу, например, ты думаешь о том, что как бы я буду жить на примере дедушки или людей, которых ты видишь, которые выглядят как 75 лет. Но имеется в виду, что увеличение возраста точно также приведет к тому, что ты будешь выглядеть молодо, что у тебя не будет болеть, что у тебя будет мозговая активность. Слушай, сколько это все стоит? Ты же понимаешь, что это все будет недешево. Это в фильмах показывает, что они пришли, понимаешь, что-то укололись там, вставились и пошли окрыленные, понимаешь. Но у нас это все нет. У нас вот есть сейчас омолаживание организма, это стволовые клетки. Это в Москве было раньше очень модно в нулевых. У меня делала у бабушки подруга, это стоит не маленьких денег. Руки разгладились, то есть как бы, ну это вообще, смотреть страшно на самом деле. Почему? Ну, потому что понимаешь, что ты видел ее одним человеком, а спустя время она приезжает абсолютно другим. Сколько это может стоить, просто мне даже интересно, я заинтересовался. Ну, это стоит больше миллиона рублей, это очень дорогая процедура, но она нелегальная. Почему? Ну, потому что эта процедура строится на том, что у беременной женщины на определенном сроке делается искусственный аборт. Под этот искусственный аборт вынимается из ребенка вот эта вот самая плацента. Это я знаю точно, что раньше делали так. Сейчас, возможно, это как-то делается по-другому, нашли какую-то иную историю. Звучит страшно. Ужасно, звучит просто. По большому счету, понимаешь, ты получается в себя за свои деньги вкалываешь душу чужого человека. Но это как бы вообще, как с этим жить потом, непонятно. Ты еще же и диджеел, я видел как-то в видео в студии 21, ты прямо диджеел. Часто это делаешь? Слушай, ну зовут меня часто, но я такой диджей сального типа. То есть, как бы, знаешь, такие отголоски, опять же, какие-то нулевые такие хиты там, знаешь. Я ставлю то, подо что мне бы хотелось. Валерий Меладзе, Лобода там, да, такие всякие, знаешь, Russian песни. Ну и это всем тоже как-то более-менее нравится, потому что у меня последний раз пришло на мое выступление порядка двух с половиной тысяч человек. Тогда назови мне три главных трека, которые бы ты сейчас поставил после карантина вот на таком своем сете. Ну слушай, ну это в жопу без маски. Ну это было бы Лобода твои глаза, потому что с этой песней у меня так много всего связано, всяких пьяных моих белок. В твоих глазах я вижу свои мысли. Валерий Меладзе, я не могу, Салют Вера, наверное, да, ее, она такая веселая. Ну я перечерчу раз, обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. А третья, Алла Пугачева, не обижай меня. Перейдем к коктейлю ты такой или нет? Коктейлю? Да. Давай переходить, конечно. Коктейль называется порно звезда. Порнстар. Пробовал? Съемки или коктейль? Съемки мне предлагали просто. Но я поскольку не особо патогеничный, думаю да, в порно буду не очень, сказал извините, не мое, не мое. Мне предлагали, да, 500 долларов они мне хотели платить, я думаю. Это за сколько? Это что за? Я не знаю, я посмотрел на это и просто вышел из онлайна, удалил сообщение в дирекцию. В категорию они хотели меня отправить, кросс-дрессер. Да-да-да. Да-да-да, вот это вот знаешь, для любителей изюминки. Тебе уже предлагали сейчас, когда ты был уже популярный? Не-не-не, предлагали еще, когда я был жирный адский и вообще как бы ну, ну то есть вообще как бы ноль из десяти, ну как бы сейчас-то три из десяти, но тогда был вообще ноль. Хорошо, тогда я тебя попрошу помочь мне готовить порно звезду. Нам нужно две чайные ложки ванильного сахара, мы кладем две маракуйи в шейкер, два соответственно на две порции нам нужно четыре. Так, четыре маракуйи, а ты попробовал они сладкие? Маракуйя? Немножко. Нормально похуй. Поваляешь, не поешь похуй. Как я, знаешь, готовлю, когда всегда вспоминаю Лену летучую. Там я готовлю какую-то пасту или что-то, в зубах сигаретка, блять, потом хуяк пепел пизданулся. Думаю, ну ладно, ничего страшного, знаешь. Серьезно? Ничего, нарушение товарного соседства. Думаю, Лена летучая бы просто была бы в шоке, если бы она увидела, как я готовлю. Смотри, мы кладем, льем 10 миллилитров ликера из маракуйи. 50 миллилитров ванильной водки. Можно тебя попросить закинуть вот эти штуки в морозилку? Конечно, давай. Чтобы было красиво? Да. Потому что на самом деле у нас делают порнозвезду неправильно, у нас все кидают в один бокал. Правильно делать порнозвезду, когда у тебя отдельно два бокала, там шампанское, у тебя есть маракуйя. Ты сначала съедаешь маракуйю, потом запиваешь все это шампанским, а потом медленно пьешь коктейль порнозвезда. Вот правильная подача этого коктейля. Боже мой, ты тут решил себе немножко поставить. Она только пришла. Я поэтому довольно счастлива и мне очень приятно, что ты ее заметил. Мне хотелось посмотреть ее, как она выглядит в руках. Вдруг я заведу ютуб-канал, чтобы понимать, как она... Я с тобой тоже на эту тему хотел поговорить, потому что у тебя офигительный инстаграм, у тебя скоро один миллион подписчиков, правильно? Да, спустя семь лет наконец-таки накопилось, слава богу. У тебя телеграм-канал 126 тысяч подписчиков? 129, 30. 130, да. И музыкальный канал у меня еще на 120 тысяч. Без трусиков называется. Это где? В телеграме. Мы с тобой обсудили твой телеграм-канал, два. Мы с тобой обсудили инстаграм, но ютуб, ты как бы туда не собираешься. Ой, я недавно выставил в инстаграме видео, как я собирался снимать ютуб. Во-первых, я купил себе аппаратуру всю под ютуб, я купил себе камеру, купил себе свет, купил себе этот ебучий микрофон. Но не такой дорогой, как у вас, а для бичей на огромном таком рулоне из провода. И ты его вставляешь в камеру и идешь вот так по всей комнате, в нем путаешься, все в говне. Я, короче, наговорил там кучу-кучу всего. Выяснилось, что микрофон не записывал, записывала камера. Сделал нарезку неудачных своих дублей. Заебало все. Окно открытое. Я же первый раз это делаю, понимаешь? А почему нельзя нанять просто людей профессионалов, которые не надо было все это покупать. Люди пришли, отсняли, ты проверил, спилотировал и все. Да не хочется им долю свою отдавать какую-то. Почему долю, так ты просто людям заплатил за съемочный день. Ну не знаю, хотел попробовать самостоятельно. И нахуя я потратил столько денег, я купил ноутбук, камеру, свет, 200 с половиной тысяч. Когда можно было просто нанять людей на одну смену и все. Слушай, ну ладно, у меня есть там один контакт, я хочу сделать кулинарное шоу. Мне кажется, что просто понимаешь, я об этом подумал после того, как мне написало миллион женщин о том, что Алексей, вы так интересно очищаете помидоры от кожуры. Я типа просто смотрю на них, я понимаю, что им за 40 и что это женщины с опытом, с мудростью в глазах. И что вот такие вот нюансы, они их не знают. Я подумал, блять, мне нужно обязательно сделать себе кулинарное шоу, чтобы им было проще жить. Хорошо, будем ждать кулинарное шоу от Алексея. И нам нужно просека, открывай просека. Боже, история про просека. Мой папа был в бане в молодости. Открывал шампанское, у них была какая-то вечеринка. Въебануло в глаз, выбило глаз. Кому, кому? Папе моему. Слава богу, все восстановили, но у него теперь каждый раз, когда он злится, один глаз наливается такой просто кровью и сразу понятно все, пиздец тебе. После этой истории ты можешь направлять куда-нибудь? Да не бойся. Да я направляю нормально. Конечно. Хорошо, спасибо. Смотри, раз и ручки даже уже перестали трястись. Ты посмотри-ка, водочка-то как спасает. У меня тоже. А у меня такие вены на руках стали появляться. Я их думаю заколоть себе. Знаешь, сами по себе своей жизнью живут как-то и меняются. И слушай, я недавно, короче, наткнулся на какой-то а-ля телеканал BBC. Женщина там рассказывала, что она как-то раз увидела у себя сеточка на глазу. Казалось, что это червяки. Я вот думаю. Что еще раз? Это где? В какой стране было? В Америке. В Америке. Я вот смотрю, у меня так вены меняются, думаю, слушай, может червя. Пьем. Сначала мы немножечко берем маракуйи. Теперь пьем шампанское, не пьем коктейль. Ладно. Теперь запьем. Слушай, супер, мне нравится. Твой любимый питерский бар. Условно говоря, я приезжаю из Москвы и ты мне должен показать самое легендарное место в Питере. Что бы это было? Рубинштейна пойдем. И какие бары оттуда с Рубинштейна ты прям посоветуешь, как нам было? Рубинштейн мне очень нравится. Я прямо там, ностальгическое мое место. У них шикарный Магнум, шампанское. Бар 812, тоже хорошее место. Его все знают, да, он прям легендарный в последнее время постоянно его везде. Хорошо, тогда расскажи мне про клубы. Ты знаешь, клубная культура как таковая в Питере, на мой взгляд, она уже стала так подумирать. Либо это просто у меня в силу возраста, мы уже как бы так не ходим по каким-то клубам, мы ходим по каким-то таким вот вечеринкам, которые создают там диджеи, которые из нашей молодости. Раньше было, что у нас? Раньше было модно Думская улица бодляческая, вот это вот, где просто происходит каждый раз такие какие-то. Там все еще это происходит или нет? Там вообще полный мрак на самом деле. Эти злачные абсолютно бары заблеванные. Ужасное место. Раньше мне там как-то нравилось, но сейчас я понимаю, что это уже просто опасно. Просто у нас в Москве сейчас как таковой клубной культуры нет. Так же, как ты говоришь, что есть какая-то тусовка, условно там Карина Истомина играет сегодня там в таком-то баре. Там, соответственно, идет тусовка или там Слава Джи или кто-то еще. Слушай, на самом деле мне кажется, что в Питере гораздо больше развита клубная культура. Мы гораздо жестче все тусуемся здесь, чем в Москве. Кстати говоря, мы ехали на машине из Питера в Москву. Нас остановили депсы и они стали нас обыскивать с фразой. Вы-то известные увеселители или как-то так они назвали. Но они меня не знают, имеется ввиду, что питерские номера. Сразу же стали шманать на наркотики, на меня вот так поставили на капот. На самом деле наркотики в Москве, это была прям вообще классическая история, когда я туда приехал. Сейчас мне кажется нет. Это популярно сейчас. Закладки, господи, простите. Но я не понимаю, если честно, людей, которые вот так вот себе спокойно вырубают закладки, потому что, ну как бы несмотря на то, что магазин дает себе какое-то определенное качество, все равно страшно. Ты получается не знаешь ни человека, не знаешь никого, берешь какую-то непонятную вещь, ее употребляешь. А вдруг что? Ну а вдруг это типа тебя наебали просто и там смертельный состав. И я знаю случай в Москве, когда пять человек попало в реанимацию. Это риск. Ну хочешь ты, если употребить прямо, ну вызови ты себе барыгу, ты хотя будешь знать, кто виноват, понимаешь. Мы против наркотиков это раз. Мы против наркотиков это раз, но просто той молодежи, кто вот это вот все этим занимается, ребят сто раз подумайте, потому что понимаете, лучше недобздеть, чем перебздеть. Так, ну давай. Давай уже просто коктейль. Слушай, вот этот супер, мне очень понравился. Заебну на самом деле вот это вот все в говно, если бы я уже облился шампанским. Давай слушать, знаешь как мы сделаем, давай мы сейчас сделаем второй коктейль и я просто все это совмещу и попробуем как так. Жалко у нас сигаретку нельзя курить здесь, полный пиздец. Можно? Так, я просто должен объяснить, что Леша закурил, дело в том, что бар закрыт и естественно карантин, поэтому Ваня, совладелец тактов, разрешил Леше покурить. После того, как карантин закончится, мы уже договорились там с Вовой Газиным, обсуждали, по крайней мере не знаю как договорились, на тему того, что мы сделаем такое большое достаточное интервью на тему кибербуллинга. Люди, которые в принципе в социальных сетях вызывают какую-то эмоцию и какой-то фидбэк, они подвергаются вот различного рода вот таким вот маньячным особам. Я понимаю, о чем ты говоришь, но на самом деле у меня больше, например, даже я переживаю не за медийных лиц, но за обычных людей, которые просто иногда попадают под раздачу. Да, и проблема в том, что мы когда разговаривали с юристом, она сказала мне, что единственное, что может сделать полиция принять твое заявление, найти этого человека и провести с ним просто беседу. И как бы на этом все. То есть для того, чтобы что-то сделать, нужно дождаться, пока тебя либо кислотой обольют, либо отпиздят, либо еще что-то. Да, я уверен, что не только я в этой ситуации нахожусь, да, потому что у меня есть такие люди, которые прямо дышат мной именно не в здоровом плане. Просто, чтобы люди понимали, что не они одни в такой ситуации, потому что, например, те же самые вот жены, да, бывшие или там те же самые обычные какие-то девочки или обычные мальчики, которых просто травят и они ничего не могут сделать. Они один на один со своей проблемой, они не чувствуют защиту ни от нашего государства, ни от полиции, они не могут никуда обратиться. И ты хочешь максимально пытаться продвигать этот закон? Я хочу, да, я хочу прямо придать это огласке путем своего примера. У меня куча материалов и куча аудиозаписей. Мне как бы не страшно, потому что я знаю, что если что, у меня есть к кому обратиться просто. Не к полиции, а просто к людям, которые мне там смогут помочь по каким-то своим каналам и связям более там глобальным. Я просто ставлю себя на место того человека, у которого этой возможности нету и это на самом деле полная беспомощность. Поэтому это большая проблема и я не понимаю, почему наше государство не хочет обратить на эту проблему внимание, потому что страдает огромное количество людей. Хочу, чтобы обычные люди рассказали свои истории, сказали, что да, мне страшно реально жить, не знаю, что с этим делать, чтобы на это обратили внимание. Это очень сложно. Законопроект у нас в стране принять крайне сложно. Это просто типа хождение по муку в прямом смысле, потому что миллион бумаг, миллион доказательств и то не факт, что это рассмотрен. Потому что, когда принимаете законопроект, то есть, понимаешь, на него нужно выделять деньги. На него выделяются деньги, а что с этого имеют остальные? Ничего. То есть, какой смысл выделять на него деньги? Что он принесет нам? Получается, это лишняя нагрузка на органы, что им нужно этим заниматься, то есть свое свободное время. То есть, это зарплаты, видимо, нужно увеличивать или вот это, понимаешь, как бы в минус это все идет. Поэтому, мне кажется, что, конечно, ничего не получится, но на социальных сетях поднять, по крайней мере, в эпоху вот этого ютуба и в эпоху инстаграма, это очень можно. Я просто очень боюсь, что при нынешней власти, которая сейчас есть, все это обернется совсем по-другому для нас, для всех. Ты имеешь в виду, что будет взятничество или что? Во-первых, будет взятничество, во-вторых, можно будет посадить или там, не знаю, административно-правовое нарушение или уголовное нарушение, в зависимости от того, как будет закон. Можно будет подписать под эту статью кого угодно, ты понимаешь, я боюсь просто использования. Я тоже надо все делать аккуратно, но в любом случае говорить надо об этой проблеме, потому что проблема есть. Например, я бы посоветовал тебе пообщаться с Ильяной Эрнеевой, это главный редактор Glamour, она одна из самых адекватных сейчас главных редакторов в стране, которая действительно поднимает социально важные темы и говорит о них открыто и не боится этого. А что боятся, в принципе, социально важных тем? Потому что другие главные редакторы этого не сделают в основном, поэтому я говорю, что она хотя бы... Потому что многие журналы модные, по большому счету, я считаю, что это правильно, они не хотят мешать политику и моду. Ладно, давай от этой тяжелой, интересной, крутой темы перейдем в рубрику. Давай. Рубрика называется Жан-Жак Житковский. Почему я так назвал ее? Потому что я считаю, что ты как современный Аристотель или Сократ или Жан-Жак Руссо мыслитель. Я буду давать тебе разные темы. Просто выскажу мудрость от Житковского. Мудрость на тему первое свидание. Не пей водку, береги пилотку, конечно же. Немножечко выпила коньячку перед выходом, чутка можешь не есть целый день. Тебя приятно так подразмарит. И ты такая садишь в тех машинах и говоришь здрасте. Ну и все, поехала. И еще, кстати говоря, про свидание. Вот вы какого придерживаетесь мнения того, что если девушка заказывает себе дорогое блюдо, она типа невоспитанная или того, что как бы похуй, что ты заказываешь. Например, моя бабушка, моему папе всегда говорила о том, что если женщина заказывает себе дорогое блюдо в ресторане, она, значит, плохо воспитанная. Я не знаю, мне кажется, что вообще каждый вообще дрочен как хочет, я ее так называю. Ты сто процентов считаешь, что за девочку мальчик должен всегда платить? Конечно, да. В плане, а что, прости, пожалуйста. Красивая, напомаженная, блять, сажусь в твой, блять, рейндж-ровер, понимаешь. Знаешь, сколько косметика стоит, я всегда говорю, мальчики, косметика на лице, у меня, мы посчитали с моими подписчиками, 50 тысяч рублей было на лице. Ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, должен ли, обязан за тебя платить парень все время или все-таки мы за равноправие. Подожди, равноправие равноправие, но не забывайте о том, что для мужчины может являться оскорблением то, что вы хотите за себя сами заплатить. А зато для девушки может быть оскорблением, что за него хотят заплатить, потому что ее покупают и она теперь что-то кому-то должна. Ее не покупают, господи, прости, а если она садится в его машину и он ее везет на своей машине в ресторан. Подожди, получается, ее уже покупают, блять, с первых минут нахуй. Что ты тогда не поехал на такси с засраным оплеванным, а с ним поехал. Может, она поехала, может, что ты сразу садишь в крузик. Да нет, слушай, для мужчин нынешнего, по крайней мере все мальчики, которые в моем окружении, они всегда платят, типа, за девочек. Это нормально абсолютно, если только, конечно, чел не какой-то бомж. Кормилец семьи, понимаешь, еб ты в кафе заплатить не может 350 рублей. Какой ты нахуй кормилец семьи, говно, ладно, давай. Мы возвращаемся к рубрике, во-первых, тебе наличие коктейль? Да нет, я пока пью. Я уже не в том порядке, но пофигу. Неудачный секс тема. Неудачным сексом вот мудрости никакой особо не сказать, можно только блять просто покраснеть. Я просто вспоминаю там, знаешь, какие-то истории. Поэтому, как бы, думаю, так. Возьмем еще тему флирт в соцсетях. Флирт в соцсетях, баклажаны и персики. Кстати говоря, инстаграм сейчас это все очень жестко банит. Поэтому, друзья, не пишите в комментариях ни баклажаны, ни персики. Типа персик похож на писечку, баклажан на хуй, хотя почему не банан, например. То есть мужчина ассоциирует свой половой орган с Видимо с таким большим предметом, потому что баклажан же поболее. Какая должна быть самооценка, чтобы прислать баклажан. А если там, понимаешь, как бы не баклажана, а корнишом. То есть ты такая смотришь в директе и думаешь, блять, был же баклажан, что происходит, понимаешь. Ожидание реальность, как бы вот эта вот хуйня, понимаешь. Ты, кстати, говорил на пушке про то, что хочешь делать какие-то мейкап курсы. Хочу запустить курс мейкапа, но опять же я не очень верю в себя, потому что, знаешь, я очень к себе самокритичен, как-то слишком это пафосно делать свой курс мейкапа, когда ты человек самоучка. Какую-то одежду хотел запускать или нет. Одежда, да, она уже все пришла. Белая футболка, здесь будут липучки различные, ты можешь их отрывать, приклеивать, как ты хочешь. Там типа губы, роскошь бутиков, моё ебало. Я уверен, что первая отклеивающаяся наклейка с этой футболки будет именно моё ебало. Никто не захочет его носить. Ну ладно, бог с ним. Я хотел спросить про фараона на самом деле, про то, что ты тогда был в пародии с Паниным. Это был тизер к вечеринке нашего друга. И да, мы написали быстренько текст под его бит и под его песню. У меня вопрос был вообще и даже не про Панина. Я уверен, что вы с ним не общаетесь и никаким образом не коммуницируете. Мы общались с ним на площадке и вы знаете, несмотря на то, что у него такой вот имидж в социальных сетях скандально-сексуальный, баклажанного характера. Я могу сказать, что на площадке он вызывает совершенно такое впечатление очень приятного мужчины. Он не мерзкий абсолютно. Но я не понимаю, зачем он так себя ведет просто на публике. Давай поговорим про твою семью. Побывал ли ты с ними во время карантина? Нашел ли время для своих младших сестры и брата, для мамочки, для отца? Да, со всеми общаемся, все здорово. У нас карантин никак не разбросал по разные стороны баррикад. Как им твоя философия жизни? Вот то, что ты сейчас позиционируешь и так далее. То есть вы общались на эту тему и как они это воспринимают? Нет, мы как-то не обсуждали это никогда. И они абсолютно нормально это все воспринимают. Кстати говоря, одна из причин, по которой я вот так не совсем прям жесть такую, которую я хочу делать, не делаю. Потому что все-таки я понимаю, что у меня есть родственники, и что нужно, дети очень злые в школах. Я сам через это проходил, и я помню, как мы сами гнобили кого-то, да, особенно в подростковом периоде. Нужно все равно фильтровать всю эту историю, потому что все злые, озлобленные. Кому-то, понимаешь, там каши не додали, кому-то икры, кому-то еще чего-то, кому-то денег. Все копят все эту злову, потом ее выливают, лишь бы было к чему прикопаться, понимаешь. Вот, поэтому я как бы тоже стараюсь фильтровать, потому что я уже тоже, понимаешь, не малолетка какая-то, как раньше. И нужно как бы уже с людьми разговаривать не только на тему говна и мочи, но все-таки на какие-то актуальные, злободневные, понимаешь, и все в таком ключе. Расскажи, пожалуйста, мне про своих друзей, у тебя больше парней или девушек? Неодинаковое количество. Я в первую очередь, когда узнавал, кто такой Леша Житковский, то у нас есть огромное количество разных знакомых и незнакомых из тусовок. И в основном это парни, причем такие, которые, например, в рэпе делают какие-то тусовки. И которые позиционируют себя абсолютно исключительно так мускулинно и гетеросексуально. И они больше всего тебе говорили, что это самый мировой чувак. И ты во принципе, несмотря на то, что позиционируешь себя довольно феминно. Да, конечно. Все тебя в восторге, все кричат и ты понимаешь, что это феномен для России. Я думаю, что это связано скорее всего с тем, что я все-таки не перехожу вот те грани, которые установлены у нас, понимаешь, в нашем не совсем современном, но в то же время обществе. В чем проблема большинства людей неординарных, да? Все блогеры, начинающие, не начинающие на территории инстаграма, особенно если это какие-то феминные мальчики, они почему-то без конца себя позиционируют как проститутку. Бесконечные шутки про хуи, про анал, про все вот это. Вот я терпеть не могу вообще сам без себя. С подобным поведением они как бы ставят женщин в такую ситуацию, что как будто бы все женщины это анальщицы, менечицы и все вот это. Без конца это высмеивай. Я тоже могу посмеяться на эту тему, но этот контент не должен строиться на постоянной основе. А тебе не кажется, что, например, тот же плюс-минус Андрей Петров все время в протесте, он все время асоциален. Он там сидит дома, за ним постоянно кто-то носится, он боится выходить куда-то. Ты же понимаешь, что это сделано для привлечения внимания к себе? Я не говорю, что это плохо, но я все равно всегда говорю, что любой хайп он мимолетный. Ты интересен публике на тот момент, пока с тобой это происходит. Потом это все проходит и в людских умах остается лишь тот мальчик, которого чуть не убили год назад. А, понятно. Вот поэтому я всегда говорю, что сколько раз мне не предлагали вот этих вот историй. Мне предлагали и на нашем радио бизнес ворваться в студию к одному политику. Типа все подстроить, ворваться в студию к одному политику там типа сделать. Это происходит сейчас все еще, предлагают какие-то дурацкие дешевые PR компании. Это три или четыре года назад. Я не люблю хайп и не люблю вот когда, знаешь, меня там куда-то приглашают, задают какие-то вопросы. Уже вот с этой темой, чтобы, знаешь, потом сделать вырезку и выставить меня в каком-то таком свете, чтобы вот хайпануть. Типа и на мне, и мне сделать. Я говорю, мне, ребята, хайп не нужен. Хорошо, а вообще сейчас отношение к ЛГБТ эти мальчики к тебе, а тебе вообще как живется в Питере? Насколько ты чувствуешь себя безопасно все время? Даже толпа кавказцев встречала на улице, и они все подходили ко мне и говорили, Леха, тыры-пыры. Вот меня там то-то, то-то, то-то смотрит, давай сфоткаемся, тыры-пыры. Стоят вот такие вот качки, понимаешь, которым я просто ну нахуй не всрался. И все на доброй волне абсолютно никакого негатива так, чтобы за мной кто-то гонялся. Меня пытался кто-то убить. Нет, вообще этого ничего. Тем не менее, даже если, мне кажется, это и будет, то я не буду об этом кричать на каждом углу. Только если какой-то крайний случай будет, да, я могу об этом рассказать. Слушай, а если на себя не перекидывать, ты же понимаешь, что это огромная проблема для многих людей. Я именно по этой причине и хочу, чтобы, когда я поеду в Москву, обсудить все вот эти вот нюансы и затронуть все вот эти вот, понимаешь, серьезные темы. За что пьем? Ты скажи. За Россию. Давай за Россию. Чтобы никогда не стояли на коленях. Сейчас у нас почти постоянная рубрика старые фото. Смотри, какая улюлю, это же просто прекрасно. Это мне мама рассказывала, что меня, когда она родила, к ней ходил весь роддом меня посмотреть, потому что я родился сразу с такими огромными волосами. Я вот тоже не могу понять, я впервые в жизни вижу вообще человека с такой густой шевелью. К маме ходили, спрашивали, что она ела для того, чтобы у меня были такие здоровые волосы. Да, она родилась и врач, когда меня вытаскивал из нее. Господи, мама, мне такую мразь рассказывала, зачем она вообще мне это рассказывала? Что это за разговоры? Я только, знаешь, сейчас разговорился и задумал об этом, нахуя она мне это вообще рассказывала? Когда он вытаскивал тебя из меня, он такой сказал, господи, он весь в волосах. Знаешь, я просто думаю, мам, ты вообще не в себе. Хорошо, эта фотография просто из разряда ми-ми-ми, я не имею права не поставить, на самом деле это карусель и я прям несколько сейчас. Ой, да, это я в школе. Какая же милота, господа, вот это уже первые трансформации, уже куда-то ты идешь к себе, к нынешнему. И вот буквально я нашел первое фото очевидных изменений, вот. Это моя съемка для собаки.ру, первый журнал, который вообще в принципе меня заметил и стал продвигать. Ну и вот явная разница, твой 10 years challenge, который ты запустил. Кто обрезал значок Bentley на заднем сиденье? Ну, кто ты сделал? Я, знаешь, специально тогда, блять, я в Bentley ни разу не сидел. Ладно, шутка, господи. Но просто красный цвет Bentley подходил под мои красные очки, я думаю, блин, это будет классно. Что тебе на личном рассказывай? У меня все всегда стабильно. Я всегда, всегда со всеми и без всех, значит. Нет, у меня все нормально на личном, я не жалуюсь. Стабильно что? Стабильно кто? Стабильно как? Я стабильно одинокий уже долгое время. Я каждую программу об этом говорю и напоминаю. Слушай, но я не раскрываю никогда карты. Все равно, понимаешь, несмотря на то, что я своим подписчикам рассказываю, что я там хочу в пробке, предположим, сходить в туалет. Нужно оставлять какую-то завесу тайны, понимаешь? Тебя притягивают люди с сильным характером, насколько я понимаю, видимо и в дружбе, ты постоянно говоришь, что типа сильнее меня. Сильнее меня, да, если ты не можешь меня осадить, не получится у нас общение. Потому что мне нужен человек, который меня может осадить, который либо меня умнее и он может осадить меня своим умом, либо он меня жестче по характеру и он может мне показать, где мое место. Потому что иначе я начинаю очень борзеть и борщить и у меня очень такой острый язык и я могу на какие-то такие темы пошутить, которые, ну, как бы не совсем корректные и не совсем камильфо, знаешь. У меня все друзья, они либо такие же, как я характером, которые могут дать мне какой-то отпор, слабее себя я не держу. Мне будет не тяжело, будет человек, который рядом со мной находится, ему будет тяжело со мной общаться. Чем это конкретно проявляется? Ну, я жесткий человек просто, вот конкретно, я человек жесткий, я могу оскорбить жестко и там вплоть там ебал твою мать, понимаешь, и все вот это вот. То есть ты не готов себя каким-то образом ломать или... Я не буду ломать себя ни для кого, я живу один раз, я уже сформировавшаяся личность, те четко устоявшиеся привычки, которые у меня есть, они у меня навсегда и останутся. Нет, ты не думаешь, что это твоя защита просто в том плане, что... А защита от чего? Потому что ты вынужден все равно быть не такой, как большинство людей в обществе и лишний раз ты себе делаешь вот эту вот стену. Нет, подожди, защита это могла бы быть, если бы я так общался с людьми, которые вот сейчас стоят там типа оператор, типа сказать ему, слышь говно, блядь. Это защита, понимаешь, а у меня защиты никакой нет, я не позволяю себе разговаривать по-хамски с людьми, с которыми я не знаком. Если даже у меня плохое настроение, я там могу сглотнуть, вот и перебороть себе это, у меня есть фильтрация. Но люди, которые со мной на долгом протяжении жизненного времени, я, конечно же, они от меня могут пожрать говна плотного. Сейчас я хотел поговорить по поводу политики немножечко. Меня больше интересует то, как рекламировать поправки в конституцию. Понятно, что наше с тобой интервью выйдет намного позже, чем это все случилось. Вот этот дурацкий эпизод с семейной парой геев, которые берут ребенка на воспитание и так далее. Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Голосуй за поправки в конституцию. Не поговорить с тобой на эту тему я не могу. Как ты думаешь вообще, что происходит, почему это происходит? Я не очень понимаю вообще, для чего делать такую скользкую пропаганду. У нас огромное количество геев, по которым ты вообще не скажешь, что они геи. У нас огромное количество пар, которые рожают лесбиянка и гей, и у них вырастают абсолютно нормальные дети. Можно было сделать с чем угодно, но только, блять, не с детдомами. Потому что то, что происходит у нас в детдомах, это дико извиняюсь, это просто до свидания. И те условия, та жестокость, которая там вплоть до насилия. Понимаешь, лучше уж пусть ребенок будет жить в такой семье, чем он будет жить там, где его, понимаешь, гнобят, чморят. И где есть, конечно, детдома московские, столичные. Да какая разница, подожди, дело-то не в том, в каких условиях он живет. Ему нужны близкие люди, ему нужна семья любовь. Ему нужно вырваться от, из этого круга, в котором на самом деле любви как таковой нету. И у меня есть знакомая, которая жила в детдоме, и она сказала, что я вышла, она удачно вышла замуж просто. Я вышла из детдома, 18 лет, и мне сказали, тебе положена комната в хуево пиздюлево, типа за 100 километров от Санкт-Петербурга. И вот это все, конечно, лучше пусть ребенок живет так. Потому что знаешь, очень просто говорить со стороны состоявшихся людей на кухне вот эти вот перетирания, знаешь, эти бабки детки из совка. И сидя, понимаешь, на всем как бы уже накопленном годами. Но когда ты выходишь просто в никуда, билета в жизнь как такового, нужно им не то чтобы прогрызать, им нужно его пробивать. Я бы на эту тему, если честно, посоветовал своим подписчикам посмотреть видеоролик господина Варламова. Он прям приводит научное исследование из Германии, где рассказывает, почему это нормально, когда ребенок воспитывается в нетрадиционной семье. Например, гомосексуальные родители в среднем мягче по отношению к своим детям. Они стараются избегать жестких наказаний. Они готовы открыто общаться с детьми на многие темы и спокойно обсуждать возникшие проблемы. Хорошо, сейчас будет специально для тебя тогда рубрика пацан сказал, пацан заказал. Сейчас просто все на карантине заказывали кучу всяких историй, онлайн-шоппинг и так далее. И мы настолько много всего заказывали, что пару коробок, коробок, ой бля, опять здрасте нахуй. Что пару коробок, они где-то затерялись и ты только что их обнаружил. Тебе нужно будет доставать вещи и рассказывать, зачем ты это заказал, с какой целью. Вот первая коробка. Надеюсь там хуи. Ой, бля, ну все. Ментовская исцательная банка для сдачи анализов на опиаты, а также все ими имеющиеся. Собственно, зачем ты ее заказал? Для мамы, чтобы мама знала, что сынок не наркоман. Тест на определение беременности, девочки. Боже. Это я проверяю, наебали ли полстраны женщин России или же нет. Лейди-тест по СУСам и посмотрю, будет две полоски или нет. Или там одна. Универсальный подколенник? Бля, вы ебанулись? Слушайте, ну это сто процентов, чтобы раком вот так вот возить, что-то пидорить. Я думаю, а-ля растение или что-то. Но я бы мог себе в теории такое заказать. Для чего мне можно вообще вставать на колени в доме в моем? Я не знаю, но. Но. Вещь нужна. Ой, сканворды, это моя подруга Соня. Все вместе можешь, да. Ой, Аня Семеновича, которая, кстати говоря, снимался в клипе. Аня, привет. Один номер, но на троих. Один? На троих? Ну да. А вы вообще чем собираетесь? Наличные карты? Защеляйте, деньги будут. Слушай, ну сканворды и календарь советов, это, конечно же, для моей подруги Соня. Знаешь, я такой душный тип людей, я обожаю, она любит орехи. Говоришь, Соня, купи каких-нибудь ништячков, знаешь, чтобы поесть. Рассчитываешь там на милку, да, на что-то рассчитываешь на такое, да. Она покупает, блять, набор орехов с сухофруктов. Блять, это шутка нахуй какая-то сейчас была. Так, вантус. Моя домработница бы оценила. Я бы и сказал, держи, это тебе. Я подумал на самом деле вообще не то, что я подумал. Я подумал, что это вообще какая-то игрушка для взрослых, приятный дизайн. Вот, в общем, ну это мыльные пузыри, как я понимаю. Ну заказал для себя, конечно же, чтобы помылиться. Хорошо, на этом рубрика закончена, спасибо тебе огромное. Не за что. Ну что, классический вопрос в моем шоу. Три твоих самых любимых блогера. Ну, любим, я не смотрю никого. Три блогера, на которых ты подписан, давай так. Ну ладно, хорошо, на Катю Клэп. Хорошо, Катя Клэп, кто еще? Господи, я сейчас буду выглядеть просто как старая бабка. Короче, есть такая блогерша, ее зовут Гульнар Курманова. Она из Казахстана, ей 60 лет, она такая, знаете, слегка карталенькая. У нее там дом, и она вот, знаете, выращивает себе огурцы, помидоры, баклажаны, кинзу. И она такая, ребята, привет, сегодня мы будем с вами готовить бешбармак. Ну, это такое, типа, казахское. Я это у нее выучил. Бешбармак, козы. Я в таком восторге наблюдаю, она там выращивает цветы и все вот это. Вот она мне прямо нравится, она такая душевная, знаешь. Хорошо, и третий. Мейк оф фут, по-моему, называется он. Там вечно такое жирное сало, блять, они подают. Вещь нахуй бутерброд, вроде как все нормально, понимаешь. А потом они просто берут и хуярят туда головку сыра сверху на бутерброд. Я каждый раз смотрю, думаю, ребят, ну ёп твою мать, как дела? Окей, три нелюбимых блогера. У меня есть, на самом деле, подборка в сохраненных. Я называю ее подборка гниды. Это всякая мразная, отвратительная еда. Там, знаешь, типа, накрыла стол и у нее там, знаешь, колбаса лежит и рядом с ней селедка. Я думаю, блять, ну как так можно напиздячить в одну тарелку колбасу, селедку и все на салатных листах. Знаешь, я смотрю, хочу блевать. Но мне нравится это смотреть, потому что я сижу и думаю, я не так плохо в принципе живу. Я всегда смотрю, значит себя успокаиваю, нормально живу. Я предлагаю с тобой допить, попрощаться с аудиторией. За то, что все это. А что допить-то? Я уже все допил. Как там у тебя вон еще? Чуть-чуть совсем. На донышке? Ну конечно. Ну давай. А что-нибудь пожелаем? Чтобы редко было на донышке, может быть? Чтобы редко было на донышке, хорошо. Молодец, с языка снял, с языка снял. Просто я тоже самое хотел сказать. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Спасибо, вам тоже. Я надеюсь, что ты был доволен коктейлями, программой и всем остальным. Я благодаря тебе стал чувствовать себя лучше, потому что я теперь уже не в похмелье. Я тоже. А я и не был в похмелье, но я просто сейчас уже подвыпил, думаю продолжу вечеринку сегодня. В этот прекрасный. Почему нет? В понедельник. Да, да. А сегодня понедельник? Живу, знаешь, счастливых часов не наблюдаю. Подписывайтесь на Лешу Житковского в инстаграме, в телеграме, в обоих каналах. Подписывайтесь на канал Петя любит выпить. Надеюсь, что вам понравилось и все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok